Ангелина Вовка Ангелина Вовка Ангелина Вовка Из Америки возвращается Аня, влюбленная в нашего героя с детства. Она предлагает Евгению Тимошину безбедную жизнь за границей. Господин Тимошин, фирма приглашает вас на работу. Так едете? Куда? В Америку, в Лос-Анджелес, домой. Так что же, поддаться порыву и уехать или остаться? И первый вопрос к вам, Дмитрий Астрахан, режиссер этого фильма. Скажите, все-таки о чем это фильм? О времени, в котором мы не жили, а выживали? Или о выборе, который когда-то делает каждый из нас? Или, может быть, о любви? Ну, во-первых, это прекрасная история, написанная Олегом Даниловым, сценаристом этого фильма. Я считаю, что он заслужит отдельных аплодисментов. Что в этой истории? Понимаете, конечно же, он поймал какое-то вот это настроение времени, времени надежд, какого-то порыва. Вот как-то страна менялась. И это и было все-таки при всей тяжести того времени бытовой, было ощущение какого-то вот праздника, как ни странно. Перемены, все меняет. Ожидание, что вот мы попали в другую страну. И вот это ощущение в этом фильме передано через... Ну, вот как-то вот этот настрой есть. При этом, некий такой романтизм, я сказал бы, в этом фильме присутствует, который очень полюбили. При этом там есть прекрасная мысль, которую Олег очень правильно подметил. Что, оказывается, можно любить собственную жену. Вот это, оказывается, это возможно. Прожить 20 лет с женщиной и ее продолжать любить. Прекрасная мысль. Прекрасная мысль. И, как я думаю, за это, этому фильму особенно все благодарны, потому что эта мысль есть, и она доказана. Конечно же, чтобы доказать эту мысль, было важно выбрать этих артистов. Потому что нужно было найти вот эту пару, которая, где будет это бесспорно, что эти два человека, это некое единое, абсолютно целое. Сбруев и Ньюова, это будет какое-то поразительное сочетание. И когда вот это произошло, эта встреча, это очень забавно на самом деле. Утверждена картина, фильм будет сниматься. Я сажусь в поезд весь радостный, с Юрием Павловичем Воронцовым. Мы садимся в купе, и мы едем в Москву, чтобы встретиться со Сбруевым и с Ньюовым. Он говорит, ну надо отметить встречу, первый день их. Я говорю, да. Я как-то не ел весь день. И он, как опытный оператор, достает бутылку водки. Мы с ним ее, естественно, выпиваем. Уговорили. Уговорили. И такой, знаете, вот такая радость, что мы будем снимать, вот это какое-то ощущение праздника, счастья. Я говорю, как-то мало бы, вот надо бы еще как-то добавить. Он говорит, хорошо, и достает вторую бутылку водки. Он был опытный оператор. Он был готов к началу работы. И мы с ним выпиваем эту вторую бутылку. И вот там, видать, что-то я еще съел не то. В общем, мы как-то с ним вдвоем сильно отравились. И вот я приезжаю в Москву в состоянии тяжелейшем. А у меня днем встреча с Ньюловой и встреча со Сбруевым. И я думаю, хорошая у меня будет встреча с двумя народными артистами. У меня непотребный вид Юрия Павловича не совсем как. Мы как-то в себя пришли к днем. И дальше была эта встреча. Значит, встреча была в театре «Современник». И вот они встретились. Как выяснилось, они не были знакомы до этого. Они знали друг друга, видно, но как-то в работе они не встречались. И они так сели рядом. А я говорю, Марина, ну, надо просто, ну, там, для костюма. Она говорит, ну, все понятно, что для костюма это будут пробы. Я уже, говорит, все поняла. Понятно, она села. Я говорю, почитаем сцену. И вот они стали читать вместе. И стало ясно, что они абсолютно вот такое, какое-то вот целое. Вот это пара. Вот я просто, вот они сели, вот какой взгляд, как они говорят, как они шутят. Вот эта вот какая-то неуловимая аура между двумя людьми, когда понимаешь, что да, я могу поверить, что это будет убедительно, что эти люди прожили вместе эту жизнь. И мы там сделали и фотографию, как раз просто для себя так, для, вот они, страшно, обнявшись, не думая, что она будет для фильма. Но в итоге фильм в начале фильма, эта фотография и вошла, потому что она такая удачная была, какое-то было состояние поймать. Страшно себе представить, что этому фильму уже 20 лет. Произошло просто как в одно мгновение. 20 лет. Фильм «Ты у меня одна». Ну и слава богу, что он еще жив, этот фильм, его смотрят. Очень многие его любят. Я это чувствую, потому что ко мне иногда подходят на улицы и говорят славу, благодарность именно за этот фильм. Вот, и мне очень-очень это приятно. Вовремя Дмитрий Астрахан снял эту картину. Это было такое время, когда в головах происходило какое-то свое решение у каждого человека, где лучше, где его дом, где его любовь, где его привязанность. В чем же для вас ценность этого фильма? Вот что касается меня, то, наверное, это то, что фильм о любви. Потому что любовь бывает разной, а иногда она бывает настоящей. И вот мне кажется, здесь удалось вот показать это чувство, что вот, как Дима, ты говоришь, есть настоящая любовь. И поэтому для меня этот фильм именно об этом. Спасибо, Светлана. Ирина, а в чем для вас ценность этого фильма? Нет у чего-то одного. Это действительно, я люблю, когда в фильме или в спектакле про любовь. Вот если есть про любовь, то все, тема эта работает. Это самое главное, мне кажется, в любом фильме и спектакле. Вот для меня, например, этот фильм тоже, конечно, о любви, но еще и о каких-то высоких нравственных человеческих качествах, которые, как нам кажется, у многих сейчас утрачены. Посмотрите хотя бы на эти кадры. Спокойно. Моя! Моя! Оставься! Моя, ты моя! Ты моя, иди сюда! Ты моя! Ты мой человек! Да-да-да-да-да-да! Благодарили. Согласна. Несите. Значит, только лимузин, вилла и левчик. Я вспоминаю время, когда этот фильм снимался. Дмитрий Хананович работал у нас главным режиссером в театре комедии. И у нас был спектакль «Четвертая планета», где я играла такую синьку алкашку-уборщицу в магазине. И это была роль через весь спектакль. Но когда начал сниматься этот фильм, то Дмитрий Хананович, там были похожие персонажи, и он говорит, давай-ка мы тебя сюда перенесем. Тут не было такой роли, как в том фильме. Но образ очень был похож. И когда мы поехали снимать, первый съемочный день, загримировались, и я сижу в автобусе уже в гриме. И входит Збруев. «Ира, что они с тобой сделали? Это ты! Боже мой! Когда мы вышли, вот там были ларьки, где мы... Он мне купил батончик, шоколадный батончик, которые тогда только появились. Это, говорит, тебе за моральный вред. Что же это такое? Что это за режиссер, который так спел? Я хочу, чтобы одна ты со мной рядом сидела и горячей любовью. О, сынок, привет! Это сын мой Тимошин Евгений Павлович. Садись, сынок. День рождения у него. Я хочу, чтобы снова в нашем маленьком доме... Этот эпизод снимался в настоящем подземном переходе в метро. Метро Купчино, как я помню. В обычный рабочий день. Самое проходное время было выбрано. Идет публика на работу, но мы репетировали. То есть это не артисты? Это детский человек-артисты, естественно. Несколько. Это, ну, это здесь. Первый план. Видите, идут, оглядываются люди и смотрят, чтобы не обращать внимания, потому что тогда это было сплошь и рядом. Это была обычная ситуация, стандартная, когда в переходах, в поездах, везде ходили, пели, зарабатывали таким образом. И когда мы репетировали, перед нами лежал, вот перед этой штукой лежал, вон, шляпа. То есть вам накидали денег, да? В чемодан сбрасывали в чемодан, бросали деньги. Много накопили тебе? Много. В том-то и дело, что пока мы пели, люди ходили и по-настоящему бросали деньги. Самое интересное, что пока это были копейки, это было, ну, нормально. Но потом одна женщина бросила, ну, вот как если сейчас, допустим, ну, допустим, тысяча рублей. Но это не маленькие деньги. И я говорю, и стала, стоит и слушает у стенки, и наслаждается. Я говорю, Миколаевич, надо бы как-то это ей вернить, и все-таки... Он меня послушался, пошел и возвращает. Да, пошел ты, кто такой? Я хочу, я имею право. Ты ничего не понимаешь. Вырвала деньги, опять бросила, пойте. Сказала, пойте дальше. У нас есть кое-что в кустах, что называется. Посмотрите, какая у нас шикарная мебель. Тебе помочь, Катя? Помоги, пожалуйста. Вот это что такое, Дмитрий? Это боксерские перчатки. Это я вижу? Да. О чем она вам говорит в связи с нашим фильмом? Не, ну, герой у нас там боксер, и он вспоминает свою молодость. Давайте-ка вспомним эти кадры, да, Юра? В синем углу ринга перворазрядник Евгений Тимошин. Жень, мы уже вместе учились до пятого класса. В 16 лет провел 42 боя, из них 37 одержал победу. Женя, 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 Женя! Итак, победу одержал Евгений Тимошин. В этом кадре присутствуют мы все трое. Значит, там с левой стороны сижу, я как объявлявший, с правой стороны сидит Олег Данилов, автор сценария, а в центре сидит человек, которому тоже я должен сказать обязательно два слова, он заслуживает больших слов. Это мой школьный товарищ Аркадий Тульчин, которого, к сожалению, уже нет в жизни, но он тогда дал деньги на этот фильм. То есть благодаря нему эта идея, по сути, была реализована. Вот он занимался там бизнесом, он нам помог, по сути, он отфинансировал эту картину. Ну тогда только так и можно было снять фильм. Да. И вот мы сейчас видели эти кадры. Что-то надо, конечно, сказать. Мы сейчас видели молодого Зброева и молодую Ниёву, вот от маленьких их, в этом фильме. Вот это была особая история, как найти вот этих молодых артистов, тех, кто будут играть Зброева и Ниёву. В детстве. Да, в детстве. Но если с молодым Зброевым было легче, потому что у меня был студент на курсе Марк Горанок, тогда был первый курс, что тут сидят ещё два студента этого курса, Лёша и Ваня. То есть весь курс снимался там. А многие из них там, Аня Банщиков, там много тех, кто стали известными артистами сейчас. И вот Марк был тогда вот, и мы подумали, что вот у него такое обаяние, вот улыбка. И вот, хотя он не самый похожий, но вот по типу вот какой-то открытости был выбран Марк. Дмитрий, так он сегодня к нам пришёл тоже. Встречаем. Что вы говорите? Марк Горанок. Что вы говорите? Для вас, что вы говорите? Вот он, исполнитель роли Евгения Тимошина в юности Марк Горанок. Спасибо. Вот друг Ваня. Что было дальше? Дальше надо было найти молодую Ни Ёлову. И это была тоже проблема. И вот я смотрел на актрис разных, и вот пришла Маша Албачок. Я на неё смотрю, она внешне, она не была похожа на Марину. Нет, вы знаете, что же что-то похожее. Очень живой. Вот когда она говорила, вот эта подвижная вот как-то вот улыбка, вот я как-то... Губы такие, как у Марины. Губы подвижные вот. Я думаю, давайте мы наденем на неё парик, сделаем её блондинкой, и наденем на неё очки, и будет тогда Марина Ни Ёлов. Вот эти методы мы пошли простым путём. Я помню, Маше надо сыграть радость на репетиции. Она говорит, ну я буду наигрывать. Я говорю, наигрывай, Маша, не стесняйся. И она стеснительно... Ну как я говорю, Маша наигрывай. Не наигрывай, а не сыграй. Не наигрывай, а не сыграй. И Маша прекрасно наиграла, что сделала блестящую роль, я считаю, в этой картине. Вот этот образ. Да, Маша молодец. У меня вопрос. А вот насчёт бокса. Это был по-настоящему боксёрский бой? Меня, так сказать, отправили, чтобы я позанимался в олимпийских рейтинзерах, и была на тренировках, я не знаю, там, один раз или два раза я был там, вот, но всё посерьёзно. Всё посерьёзно, всё посерьёзно, в картине, в картине, по-настоящему, и соперник не хотел падать, помните, да? Да, да, да. Соперник отказывался падать, хотел бить, мы ему говорили, не бей, Марка, вот он нам нужен ещё. Друзья, у меня вопрос к Марии. Марии, скажите, пожалуйста, Марк носил вас на руках, целовал нежно? Вот как снимались эти сцены? В подъезде. В подъезде? И никого не было? В коридоре снимались. Ну, для молодой актрисы это было стеснительно? Смущало это вас? Ой, вы знаете, действительно было такое время, наверное, от возраста, это было от студенчества, мне кажется, что мы так снимались смело. Да, и для нас это было как-то... Ну, мы сейчас посмотрим, насколько это было смело, Маша, давайте вспомним. Да. Ну, погуляем. Ну, пойдём. А ты наш класс помнишь? Ага. А Мария Васильевна замуж вышла? Ну, да. Ага. Уже 13 лет в моей комнате, в первом классе нам было 7, а сейчас 20. Почти полшестина прошло. Ужас. Мария, а сами вы верите в любовь с первого взгляда? Я верю даже в ту любовь, в которую ещё до взгляда. Вот они сейчас шли по коридору и оглянулись. И там, куда они оглянулись? Они оглянулись за углом, а за углом кто лежала? За углом лежала маленькая Аня, это вот Ксюша Морозова, вот она. И вот она, Сидь, в зале. Ксюша, очень в зале. Сидя Морозова. На тот момент мне было 12 лет, и для меня это, конечно, было что-то совершенно из другого мира, из моей жизни. Это было очень здорово и интересно. Была очень тёплая атмосфера на площадке. Всё, всё казалось, что все мы члены одной семьи, потому что, как мне казалось, все очень уставали. Но результат получился очень хороший, по-моему. У нас в студии сегодня есть молодые актрисы Екатерина Шпица, телеведущая Настя Барашкова, Алёна Чехова. Девушки, вы смотрите, всё-таки разные поколения, да, вот те актёры, которые тогда играли, 90-е годы. Но вопросы всё-таки остаются одни и те же. Вопрос о том, что лучше – сохранить семью, сохранить свою любовь или поддаться вот этому порыву. Ну, вопросы, которые поднимаются в этом фильме – уехать или остаться на родине. Вот мне интересно, как вы думаете, ваши ровесники современной поколения, какой бы они сделали выбор на месте Сбруева сегодня? Этот фильм передаёт удивительное ощущение вот этих надежд, надежд людей на какую-то новую прекрасную жизнь, на осуществление мечтаний. Сейчас довольно-таки просто наши мечтания могут воплотиться в реальность. И для нас поездки за границу не являются чем-то таким особенным. И мне кажется, что всё-таки нужно ценить отношения в первую очередь. И если действительно, вот как у героев, у Жени и Наташи, у них в основе семьи были настоящие искренние чувства, настоящая искренняя любовь. И прекрасно, что, несмотря на то, что перед Евгением маячил этой перспективы уехать в Америку, какую-то новую жизнь вести там. Но, тем не менее, Наташа – это тот человечек, близкий, действительно, мне кажется, выбор был сделан правильно. И, безусловно, сейчас нужно выбирать тоже отношения и людей. Ну, я не имею в виду просто поехать за границу, в Египет на пляже полежать, и даже в Италию. Я имею в виду вообще человек уезжает, потому что ему предлагают другую жизнь, богатую, сытую, перспективную. Он властный, он всё может. Понимаете, это большая разница, а здесь он там в переходе поёт. Я это имею в виду. Какой выбор сделала бы сегодняшняя современная молодёжь? Мне кажется, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что всё зависит от конкретного человека, с конкретной жизненной историей, с конкретными принципами. Мне кажется, что раньше принципиальных людей, в хорошем смысле принципиальных, было гораздо больше. Правильно. Большинство из современных молодых людей, избалованные даже в какой-то степени, я считаю, развращены возможностями. Огромными, безграничными. И у нас гораздо меньше сложностей, чем было у наших родителей. Быть не определяет ничего. Определяет человеческая душа, сердце человека. Вот это всё определяет. Говорят же, что с милом и рай в шалаше. Правда же? Так оно и есть. Если любишь, то любишь. Если ненавидишь, то ненавидишь. Я так же юна, весела. Алло, сердеческая больница? У моего мужа белая горячка. Перестань, всё у тебя нормально. Бом, перестань, я тебе почёк звоню. По мобильнику. Подождите, я немножко разобьюсь, я вам покажу. Ах ты нахал. Я же... Женщина необъятных размеров с арбузными грудями. Так сказать, девочка вкусная. У меня было 18 остапов. Вот она, какая лапочка. Смотрите. У меня. У меня, чё-то. Нравы стали посвободнее, может быть, люди даже в какой-то степени помельчали, но я в свои очень молодые ещё годы вижу и примеры лебединой верности, и стремление людей пронести чистое через всю жизнь. Так и ровно наоборот. И вижу то, что люди обращают друг с другом походя и легкомысленно. Поэтому всё зависит от людей, от воспитания. Вот в меня родители столько всего вложили, что я очень ценю свои нынешние отношения с своим супругом. Мне, конечно, хотелось бы вот так же лет через 20-30 заглянуть в ванну и быть такими же лёгкими и весёлыми. Вы задавали вопросы молодёжи, и я считаю, что будет правильно, если и молодёжь задаст вопросы нашим героям. У меня вопрос ко всем героям. Как раз мы уже понимаем, что сейчас очень много возможностей. И почему бы, например, не жить в разных странах и быть человеком мира? Выбирать страну, допустим, два года в Германии, там, три года в Англии и быть человеком мира. Да? Популярно сейчас у молодёжи. Все мечтают просто о гостевом браке. Ну, на самом деле, это не так просто. Это здорово, когда, может быть, нет ещё детей. Вот то же самое, что ты хотела сказать. Всё это хорошо, когда дети. А когда появляются дети, на самом деле, проблемы появляются другие. Не потому, что ты приехал, и она приехала, а нет возможности так часто, может быть, и ездить. И в итоге люди всё равно расстаются. Это невозможно жить в разных странах. Отвыкают друг от друга в любом случае. Да, и это тяжело. Иван, а вот насколько я знаю, вы ведь уезжали за границу, да? Ну, как бы насовсем, да? А потом вернулись. Да. Почему уезжали, и что сподвигло вас вернуться? Уезжал к семье, к супруге, к сыну, который на тот момент уже родился. Оставил профессию, оставил театр. И уехал. То есть вы уехали за любовью? Из-за любви? Да, да. Можно так сказать. Ну и что? А что, не смог там просто без работы находиться? Без своей профессии? Я работал, да, но не по профессии. И, конечно, не смог. Другой менталитет, ну, не моё. Но сейчас вы снова в театре, да? Да. А жена? Ну, мы некоторое время ещё пожили на два дома, ну и поняли, что это, да, это тяжело. Это тяжело. Я по себе знаю. Есть вопросы? Один вопрос к Светлане Леонидовне. Вот для меня с вашей героиней всё понятно. Она всю свою жизнь посвятила светлой юношеской любви. А вы сами как оцениваете выбор вашей героини? Вот вы как считаете, надо ли посвящать всю жизнь безответной любви? Или всё-таки стоило себя переломить и начать другую жизнь? Я думаю, что она не посвящала ему всю свою жизнь. Она ведь вышла замуж. Вот Саша Сбруев её спрашивает, что не сложилось? Она говорит, да, не сложилось. То есть она пыталась защищаться от этого чувства, но не получилось. То есть здесь получается в этом фильме, что идёт параллельно вторая линия. Он любит свою жену, она к своему несчастью любит его и ничего не может с этим поделать. Да, такое бывает тоже. Но я думаю, что она может встретить человека подобного. То есть вот когда она увидит его, скажет, это мой человек. Просто сейчас он ей ещё не встретился, и ей ничего не остаётся, как только продолжать любить героя Саши Сбруева. Тем более, что они живут далеко друг от друга, и он для неё как бы та мечта. Другое дело, что вот внезапность этой встречи, мне кажется, она так её поражает, что она даже сама не может ещё разобраться, вот что с ней произошло. Но она понимает, что она опять столкнулась с чем-то с тем, с таким настоящим, которое замешано на ностальгии, почему ещё так это дорого. Вот это интересный момент, потому что его не было в сценарии, попытки самоубийства не было. И мы мучились, и потом мы с Олегом пришли к выводу, что надо сделать сцену, что после того, как он ей сказал, я тебя не люблю, она не может просто уехать. Должна быть оценка, потому что вот эта страсть её, вот это чувство, которое она принесла через всю жизнь, должно получить какое-то эмоциональное разрешение. И ехали на съёмку, уже было всего три часа, и вот и Света, и Саша Сбруевск узнали в автобусе, по сути, что будет сниматься такая сцена. И вот эта финальная вот сцена эмоционального самоубийства. И Света Потрясающе сыграла вот эту историю. В фильме вообще очень много импровизаций, которые решались буквально на ходу. И там есть даже сцены, которые, может быть, даже они одни из самых лучших в этом фильме. Они решались просто буквально, а давай так вот сделаем, а давайте так вот сделаем. И всё это было, в общем, эмоционально наполнено по делу. И я получил большое удовольствие от этих съёмок. Конечно, это не та шуба, в которой вы ходите по экрану, но тем не менее. Да, похожа. Где же вы взяли в те времена такую шикарную вещь, чтобы снимать? Кого-то мы её сняли. Наверное, вы занимаетесь в фильме. Кого-то мы её сняли. Переживали. И с тех, кто работал на фильме. У костюмеров была большая проблема «Моя героиня» на то время. Ничего невозможно было купить. Начиная от одежды, той даже, в которой она просто ходит, в которой она ездит. Они по бутикам так называемым, чтобы одеть героя Саши с Бруева в конце фильма. То есть они постоянно... Я приходила на съёмку, художник по костюму показывала мне коробочку и говорила, так, мы достали вот эти серёжки, вот этот браслет. Сегодня такой день, мы можем рассказать ещё одну историю. Когда Света снималась, там возникла необходимость постельной сцены. И там есть сцена, где они со Саши с Бруевым, у них любовь. И вот они сидят, значит, и Света говорит, я голая сниматься не буду, сказал Света. Мы так не договариваемся. Она была права, ну и правда. Мы говорим, Света, голую тебя снимать не будем, но всё, он придётся тебе обнажиться, и кто-то должен присутствовать. Света говорит, я не буду. Я говорю, хорошо, я могу уйти, я сказал. Уйдут вся группа Света, но оператор вынужден будет остаться. И он у нас не женщина, а мужчина. Значит, оператор остается. Юрий Павлович сейчас сказал, я без фокусника не могу. Давайте посмотрим этот сцены. Давайте посмотрим этот сцены. Света, закрывайте глаза. А что тогда? А, в этот раз. Что, дядя Женя? Привет. Какой же я тебе теперь, дядя Женя? Я вас люблю. О, и на вы, смешная. Это что, тот же самый козёл? Боже мой, я, наверное, сумасшедшая. Да нет, я точно сумасшедшая. Если я 20 лет вас люблю. Всё было сделано целомудренно, но тем не менее, понимаете, вот так вот пришлось сниматься. Это было очень забавно. Можно вот мне сказать ещё одну мысль? Света, имеешь полное право. Вот кроме этой сцены нашей, интимной, можно сказать, с героем Саши Збруева, ведь у каждого героя и в молодости, как он несёт вас на руках, как эта сцена, как там с трусиками, там, да, ещё что-то. Это сцена в ванной, да, но вот вы заметьте, что совершенно это не пошло. Как это сделано? Но пошлости в этом нет. И как, как, как? Как талантливый, Света, талантливый. Как это сделано? Талантливый. Юра, у нас с тобой, у нас ещё есть тоже, ещё другие приметы времени, вот видите. А ты не знаешь, зачем их заглядят, а? Да. Нет. Вот они там. Дайте попить, посмотреть, что это такое. Нет, это я не открою, а вот бутылку. Вот эпизод, когда он ночами там разгружает молоко в фильме. Я хочу попасть. Да. Я скажу, как он появился, этот эпизод. Олег Данилов сам подрабатывал, когда он работал в ПТУ, ещё только писал свои первые сценарии, он подрабатывал ночью в магазине. И вот это его абсолютно автобиографически, так вот он ночами ходил в магазин и разгружал эти машины. Алик это знал, и поэтому мне всё, вот он внёс это в сценарий. Лина, а ты помнишь, что помимо того, что мы в этих авоськах это всё носили, мы потом должны ещё были помыть эти бутылки и сдать назад в магазин за день. Вот так мыли? Вот так мыли. Блинненький выросший специальный указатель. Лёшик, но только крышки были не такие, крышки были фольга обычная, которая закрывалась. А сейчас порты. Ну вот смотрите, вернулась же. У меня вопрос к Алексею Шевченкову. Приходилось ли подрабатывать? Да в то время-то особо подрабатывать как-то не было возможности, поскольку свои были трудности в том времени и на разгрузке вагонов мест не было, и на разгрузке каких-то там в порту кораблей тоже, в общем, были места золотые. И если где-то кто-то пришёл и сказал, бананы привезли, давайте погнали, кто? Ну, кому-то посчастливилось одному человеку где-то на подработку там устроиться. Потому что тогда действительно нигде никаких возможностей где-то подработать, подзаработать не было. У нас есть ещё один драматический кадр, один срагмент. Ты дурак ты, папочка! Совсем обнагрела. Оля! 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 Оля, ты куда? К Пете! Зачем? Зачем? Роль дочери Тимошиной досталась моей коленской искренне верить в то, что они по-настоящему репетировали, мне кажется, да? Расскажите, как это было? Да, я бы хотела спросить у режиссёра, помнит ли он, кто мне по щёчину делал? Помню, помню. Это был я из-за того. Сбросить не мог. Да, папа сказал, что прям по-настоящему ударить девочку. Я сказал, ну надо, Саша, надо сделать это. Ой, какая зерна. Режиссёр берёт на себя тяжёлые вещи ради того, чтобы потом артист купался в успехе. Мне до сих пор больно, когда я это вижу. До сих пор купается, бедная девочка. Причём было снято, наверное, дубль два, точно. Да, я помню, да. Для точности. Ну, два дубля без таких пощечин, да, просто? С пощечинами. С такими прям пощечинами? А что не устраивало? Вы понимаете, в то время была одна сложность. Тогда нельзя было промотать и посмотреть, получилось или нет. А, на всякий случай, да? Оператор сказал, надо сделать дубль. А вот как вам удалось за месяц, за месяц, снять такой фильм? Да, я просто этого не понимаю. Вы знаете, вот это, конечно, особое какое-то состояние, когда как-то всё это вот началось. Я-то считаю, что я всё-таки воспринимаю это время не как время какого-то вот такого тяжёлого бегства. С одной стороны, да, много уезжало людей. Но вот это ощущение какой-то вот, ну вот какое-то было радостное ощущение всё-таки. Это было абсолютно ваше время. Это вот ваше, я очень хорошо помню. Вот, и я помню, когда мы... Мы были для того времени. И когда Аркадий мне сказал, всё, давай. Он сказал своему товарищу, давай дадим деньги. Тот говорил, ну а как, а вдруг не получше? Он говорит, Димка Прушная, он сказал. Дадим, дадим. И всё это покатило, что будут сниматься. А кто у вас снимался, кроме вот Ниёлова, Избруева? Ну вот они все молодые, это студенты всё, это всё мои студенты. Это студенты вашего курса. Которые пришли и играли свои первые роли и прекрасно всё это делают. А что, они на лекции не ходили? Вы знаете, ведь это большое заблуждение, что артистам можно научить. На лекции. Это долго рассказывают в театральных институтах, чтобы было понятно, зачем мне там присутствовать. Ну почему же образование дают? Это большая неправда. Историю театра, можно научиться поставить голос, можно научиться петь. Голос, сценарий, мучиться. Но чтобы играть, это либо есть в человеке, либо этого нет. А послушайте, что говорит ваш студент. Для меня этот фильм очень личный, потому что это большое кино, где весь наш курс, Дмитрий Хананович Астраханов снимался. Видя, как работают мастера Збруев, Ниёлова, Рябова, это для нас, как для студентов, это был лучший опыт. Вот, поэтому этот фильм для меня как бы самый родной и самый дорогой. В 90-е годы, конечно, у нас ничего не было, мы ничего не могли купить, но вот именно чувство, которое в этом фильме и вот какой-то очень хороший позитив этого фильма, он передаёт то время очень хорошо. Наш, кстати, гуру, наш папа Астрахан, он, конечно, молодец в том смысле, что в то время он дал нам сразу работу. Он нас просто вкатил во всё это, в театр, в кино. И любимая его поговорка, что вы делали ночью, спали? А почему не готовы? Вы спите ночью? У вас утром показ, как вы можете спать ночью. Я горжусь тем, что я работал с такими людьми. И я хочу сказать, что многим молодым студентам сегодня не хватает Астрахана. Спасибо, Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так же юна, весела. Алло, сейчас в реческой больнице. У моего мужа белая горячка. Иди встань, всё у тебя нормально. Боб, ты знаешь, я тебе по чём звоню? По бобильнику. Подождите, я немножко разойдусь, я вам покажу. Ах ты нахал. Женщина необъятных размеров с арбузными грудями. АПЛОДИСМЕНТЫ Так сказать, девочка вкусная. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня было 18 остапов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот она какая лапочка, смотрите. И меня увеличат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспоминаю песню из этого фильма. Какая прелестная песня, а? И сегодня у нас в гостях внучка прославленного барда, любимого всеми Юрия Висбора, Варя Висбор. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы просим сейчас ее спеть эту песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет за туманами, Дальними странами. Вы не провода, В сумерках города. Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда. Чтобы гореть в метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь у колыбели. Да! Ты у меня одна, Словно в ночи луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна. Нету другой такой, Ни за какой рекой. Нет за туманами, Дальними странами. По поводу песни. Песня и правда прекрасная, и нам она очень понравилась. И я помню, как она появилась опять же в фильме, потому что, когда мы запустили картину, стало понятно в какой-то момент, что сценарий еще Олег, вот он не готов был, сценарий Олег не успел его. Он насочнил одну историю, и потом решил там переделывать. И вот Олег стал переписывать сценарий. И я прихожу к нему домой как-то, захожу вот, ну там, в процессе работы, и он стоит такой весь в каком-то безумном виде, небритый, глаза совершенно квадратные, его трясет всего. Он писал только сейчас. Он говорит, слушай, говорит, я понял, какая должна быть песня. И он мне начинает петь «Ты у меня одна песня». Потому что Олег хорошо играет на гитаре, он вообще много, вы знаете, песен. Вот и фильм тогда, ну просто готовое название. Вот сразу вот появился. Вот тогда я помню, в этом безумном состоянии, он мне спел песню. И он спел ее по-другому. В фильме, если вы обратите внимание, она звучит на другой немножко мотив. Да. Она звучит, ну как бы, не столь как бы так романтично, она звучит более жестко. Да. Нам показалось, это будет более эмоционально для фильма. Вот, звучание. Ну, чисто по-мужски, да. А что Варе может сказать? Вот ваше отношение к этой песне, Варе. Вы ведь ее по-другому совершенно поймете, действительно. Да, по-другому. Почему вы взяли эту песню? Что она для вас значит? Вы знаете, я этот фильм недавно пересмотрела и поняла, что это, конечно, история на века, по-настоящему человеческая, рыдала абсолютно в конце, в середине. И мне захотелось, услышав именно вот это жесткое мужское от его лица, от Тимошина, такое исполнение, мне захотелось спеть это от женского лица. И вообще, вы знаете, дедушка Юрий Висбор написал эту песню в некой перекличке. Вот. А моя бабушка Ада Якушева написала песню, которая называется «Ты, мое дыхание». Вот. Она абсолютно тоже романтическая, лирическая. В 61-м году она ее написала. И спустя пару лет она посвятила песню дедушке Юрию Висбору, а дедушка Юрий Висбор посвятил ее как раз бабушке. Вот «Ты, мое дыхание», которое в 61-м году было написано. Это прекрасно. У нас в студии Ольга Зарубина. Вы тоже клются. Я очень хорошо помню свою реакцию на этот фильм. Мне было очень трудно поверить в то, что герой вот имеет такую сильную любовь, такие чувства к своей жене, прожив с ним 20 лет. И в его жизни появляется красивая женщина, обеспеченная, можно сказать, богатая, приехавшая из Америки, о которой тогда, в начале 90-х, мечтал каждый человек уехать, потому что это как раз вот то было голодное время, когда уже из магазинов практически пропало все. Я помню, мы снимались в фильме художественном, мы снимались в Подмосковье, и мой муж в каких-то сельских магазинчиках заднего хода мог купить только макароны и подсолнечное масло. И это был самый дорогой подарок для людей. Вот в то время они просто принимали эти подарки со слезами на глазах и говорили, что наша семья уже спасена на следующий месяц просто от голода. И мне поэтому было очень сложно поверить в то, что человек вот отказался уехать. Странно, ведь приехала действительно, они приехали нанимать человека для работы за границей. И если бы не было вот этой любовной истории, его просто взяли поехать за границу, и жена же его толкала, не ела вашего толкала, поезжай, поезжай, в чем ее вина тоже есть в этом, потому что она фактически их сводила в мир. Если бы не было любви, то он, конечно, бы поехал, но не такой же ценой. Надо же понимать цену этого дела. Герой – это в этой картине – это я. Это все, что касается меня лично. Поэтому я ничего не играл. Я просто, уж как я не знаю, дошел я до зрителя или нет, это я, это моя боль, это мои ассоциации, это все, что со мной происходило, все, что может произойти. Это я. Двадцать лет прошло с тех пор, как фильм «Ты у меня одна» вышел на экраны. Сегодня в магазинах уже нет очередей за колбасой, хватает ее на всех. Инженеры снова востребованы, так же, как и юристы, и, к счастью, экономисты. Возможность уехать за границу есть у каждого. Но по-прежнему остаются вопросы, как сохранить любовь, как разделить со своей страной все ее беды и все ее радости, и как найти свое место в жизни. Мне хочется пожелать всем фильмам режиссера Дмитрия Астраханова успеха, успешного проката. Хочется пожелать ребятам новых интересных королей. Я думаю, так оно и будет. Спасибо. Чтобы помнили, чтобы поняли, чтобы умели любить. Увидимся на первом в наше время. Спасибо.